Добрый вечер! Приветствую всех зрителей на пятом всероссийском фестивале Книжный маяк Петербурга. Меня зовут Антон Чиш, и сегодня мы с вами устроим мастер-класс, который называется «Быть или не быть? Зачем новому автору идти в жанровую литературу?» Сразу хочу сказать, что на этот вопрос есть очень простой, короткий и честный ответ. Для того, чтобы добиться славы, денег, реализовать себя и изменить свою жизнь к лучшему. На этом мастер-класс закончен, ответ получен. Спасибо всем большое за внимание, можем расходиться. Ах, да! Есть одна маленькая мелочь, про которую я совсем забыл. Как же этого добиться? Друзья мои, тут придется немножко разобраться. Давайте попробуем это сделать. Хочу рассказать вам историю своей личной жизни. Как-то раз давным-давно мне очень хотелось стать сценаристом кино или даже телесериалов. Это была моя вожделенная мечта, на которую я потратил много времени, усилий. И, наконец, когда Господь мне подарил такую возможность стать сценаристом телевизионных сериалов, я начал его писать, и тут я понял, что я не хочу быть игрушкой, куклой в руках продюсера. После того, когда мне в 16-й раз сказали, надо бы переписать, я сказал, ребята, спасибо большое, кино и телесериалы обойдутся без моей более чем скромной персоны. Потому что гробить свою жизнь, подстраиваться под чужие желания человека, который, в общем, неизвестно что, я имею в виду, конечно, продюсеров, который неизвестно что из себя представляет, и что потом сделает своим сценарием, мне стало просто неинтересно. И тут я понял, что в моей жизни есть самое главное. Есть и самые мои книги, которые приходят к людям, которые люди читают. Те книги, которые я сам пишу, те книги, которые читает мой редактор, делают какие-то небольшие правки, мы находимся в творчестве и дискуссии, и получаем, делаем совместным трудом. Художник рисует обложку, верстальщик верстает, корректор корректирует ошибки, которые заметит. И читатель получает книгу, мою книгу, может быть одну, может быть две, может быть три в год, как получалось. И я удивился. Кстати говоря, когда мои сценарные мучения были, это было уже на некотором количестве написанных книг. И для меня это было открытием. Но почему же я сразу не понял, как я сразу не увидел, что все, что мне нужно в творческой жизни, у меня уже есть. У меня есть мои книги. И да, это детективы. Да, это исторические детективы. Да, мне сказали аккуратно, шепотом, что ты никогда не получишь никакой премии, типа «Большую книгу», потому что иди им, так как и дорогой лесом. Да, критики вертят нас на сами. Но есть читатели, которые пишут и гадости, и пишут и хорошие вещи, пишут очень дельные вещи, указывают мне на ошибки. Но это все происходит в каком-то живом человеческом процессе, которого просто не существует в кино и в телевидении, когда там отдаешь продукт и ушел куда-то, где-то что-то там с ним делают. Поэтому вот на своем личном опыте я хочу сказать страшную вещь, дорогие друзья, и все, кто нас смотрит, и все, кто в большой моей радости присутствует сегодня с нами. Если у вас есть талант, если у вас горит творческий огонь, не идите в сценаристы. Здоровее будете. Во всяком случае, точно сохраните психологическое и психическое здоровье. А идите, дорогие друзья, и, я надеюсь, коллеги будущие, идите в авторы жанровой, остросюжетной литературы. Почему? Вот теперь давайте немножечко поговорим по-серьезному. Я не буду вас утомлять сухими цифрами, которые нам тоже озвучивали по весне этого года. Но скажу так, в самом общем виде. Если посмотреть на российский книжный рынок, по 2021 году российский книжный рынок сделал такой взлет, такой интерес читателей с точки зрения покупок и всего остального, что, в общем, такого года деятели книжного рынка просто не помнят, так вот если, так сказать, сухими цифрами говорить, то самые популярные, самые читаемые жанры у наших читателей, у моих читателей, может быть, у ваших будущих читателей. В первую очередь, это, как ни странно, в топах детективы. Дальше, там, примерно, в тех же топах находятся триллеры, находятся любовная фантастика. И, о чудо, началось возрождение интерес к фантастике, который за последние, ну, скажем так, несколько лет угасал-угасал. Я к фантастике не имею никакого отношения, кроме как читатель, люблю иногда и зритко ее почитывать. Меня это безумно радует. И вот на этом фоне, особенно на фоне тех глобальных, тектонических изменений, счастливыми свидетелями, которых мы все с вами являемся, произошло другое интересное событие в книжном мире. Резко упал интерес к нон-фикшену. То есть, все вот эти прекрасные, чудесные, замечательные книжки, как построить свою судьбу за 30 секунд, они как бы оказались неуместны, потому что реальность оказалась настолько более суровой, более суровой, чем, так сказать, известный Челябинский трагогный завод, который был в нашей раше. Что люди обратились, читатели, снова к художественной литературе. И, как ни странно, по тем цифрам, которые говорят нам наши коллеги, которые, собственно говоря, занимаются книжным рынком, сейчас интерес концентрируется так. Люди или хотят толстую классику, толстую классику, на которую можно погрузиться, в которую можно уйти, или они хотят жанровое развлечение, как бы подразумевая уход от сегодняшнего мира. Я хочу вам сказать со всей искренностью, со всем, скажем так, может быть, скромным опытом, накопленным мною за последние 17 лет, когда я занимаюсь жанровой литературой, что я это понял не так давно, что, в общем, когда ты занимаешься жанровой литературой, ты занимаешься психотерапией, ты помогаешь людям переживать сложные времена. Не к какому-то там абстрактному человечеству в прекрасном где-то там вдалеке, а очень конкретному человеку, который едет в метро рядом с тобой. Я езжу в метро, как и все. Очень конкретному, очень конкретной девушке, которая после тяжелого трудового дня где-нибудь в бухгалтерии возвращается, так сказать, может быть, в одинокую квартиру, берет книжку и уходит из этого мира. И автор, который написал эту книжку, помогает человеку жить, дает надежду, дает, может быть, маленький, может быть, не всегда удачный, но всегда стимул для того, чтобы верить, что худшие времена заканчиваются, и конкретно в твоей жизни у тебя, у читателя, наверное, все будет хорошо. А если говорить про детектив, то, по моему, может быть, совсем неправильному мнению, вечность детектива для читателя заключается в том, что как бы это глупо и смешно не показалось, но победа, добра над злом в финале детектива нам точно так же нужна сейчас, как нужна была клеркам, которые зачитывались первыми рассказами Конан Дойля и требовали, чтобы Шерлок Холмс вернулся из Рейхенбаргского водопада. Просто потому, что без этого жить обычному городскому человеку довольно тяжело. Мы хотим, чтобы добро и справедливость, даже если герой погибает, она все равно побеждала. Что, к сожалению, далеко не всегда происходит, так сказать, в большой литературе. Ничего плохого не хочу сказать, просто как факт. Опять-таки, вот если мы говорим о неких таких внутренних вещах, писательских вещах, именно потому остросюжетная литература, начиная детективом и заканчивая, ну как бы на вершине, все-таки поставим фантастику, именно поэтому она так востребована и так нужна читателю. А в сегодняшнее время, которое преподнесло нам много удивительных сюрпризов и кажется, что тот гир, который, в общем, мы все привыкли, сломался окончательно и больше не будет, парадоксальным образом для российского читателя, в первую очередь, для русскоязычного писателя, открывает потенциально безграничные возможности на российском книжном рынке. Это не моя глупость, это реальный факт. Так случилось, что, конечно, сейчас законтрактованные издательства, они, вероятно, будут передавать, так сказать, иноязычных авторов, но настанет время, которое очень быстро произойдет, вероятно, в будущем году, может быть, через год, когда контракты иссякнут. А будут новые или не будут новые, мы с вами сказать не можем. Но это мы знаем абсолютно точно, насколько сильно возрос интерес издательств, крупных издательств, российских издательств к российским авторам. Просто потому, что кому-то нужно делать новую литературу, которую будут читать люди в 23-м году, в 24-м году, в 25-м году. И эту литературу перевести то, что уже есть, уже взять неоткуда. Ее нужно сделать как, так сказать, своими руками, руками авторов. Поэтому для новых авторов, как ни странно, сейчас открыты очень большие горизонты и распахнуты все двери. Кроме всего того, что вот эта вот странная ситуация, которая для новых авторов развернулась, как бы не как та избушка задом, а наоборот передом, еще и усиливается тем, что на российском книжном рынке очень сильны платформы селф-паблишинга, ну то, что называется сам издатом. И они действительно очень сильны, они действительно очень мощны, которые позволяют автору не думать о той самой вожделенной идее «Я хочу увидеть себя в бумажной обложке, мама, меня издали!» Вот этого можно избежать, вложив определенные усилия и определенную энергию, и выйти на платформах селф-паблишинга, которые по количеству, скажу, как бы внутреннюю вещь, но вот для меня, как человека, профессионально зарабатывающего на литературе, мне значительнее, выгоднее сейчас продавать электронные книги и аудиокниги. И вот это третий парадокс. То, что сейчас мы все добились, тыкая, значит, это самое, смартфон, отправляя смайлики и все остальное прочее, люди немножечко, я говорю очень аккуратно, люди немножечко разучились читать пуковки, но зато они их еще умеют слышать. И вот поэтому сегодня аудиокнига оказывается не менее востребована, чем, может, даже больше и больше и больше, чем книга бумажная. Просто по ритму жизни городского человека едем на работу, 8 часов в офисе, вернулись домой, нужно сделать что-то по дому, и как бы вот это вот бумажное чудо, которое мы все обожаем, как бы ему не очень есть место, а воткнул наушники, все, слушаешь, пока едешь, слушаешь, пока на совещании, там, в городках, про КПА, слушаешь, пришел домой, пришла домой, сделал ужин, слушаешь, замечательно. И информация, и художественные образы, аудиокнижка входит не меньше, чем в печатную. И вот это все сейчас открыто для авторов, которые это понимают и хотят воспользоваться золотым шансом, открывшимися сразу дверями, и войти в литературу, в жанровую литературу, в остросюжетную литературу, которую ждут, и которая будет востребована большим количеством читателей. И все, что раньше, я очень хорошо, я очень хорошо помню, там, начало 2000-х годов, когда шли огромные тиражи у наших, так сказать, звезд остросюжетной литературы, но при этом, чтобы человек попал, новый человек попал как бы в обойму, я сам попал немножко, так сказать, чудом, вот, и это было просто невозможно, то есть можно было там ссылать во все издательства, это все как бы как вот бездонный колодец, сейчас все совершенно по-другому. Но я хочу сказать, дорогие друзья, и я надеюсь, коллеги, что новые, возможности, которые открываются перед авторами, ни в коем случае не отменяют обязательства, которые у авторов как были, так и остались. Какие-то обязательства авторов, которые хотят создавать остросюжетную литературу, очень нужны не просто новые авторы, просто потому, что новые именно обложки читать никто не будет, нужно прийти с новыми темами, с новыми сюжетами, очень современными, или повернутыми так, чтобы это было интересно, нужно прийти с энергетикой, для того, чтобы вот этот вот и психотерапевтический, и энергетический эффект, который авторы, так сказать, дают массовому читателю, чтобы вы принесли его на своих страницах. И, конечно же, обязательно книга, которая будет новая, она должна приносить новое развлечение. Не надо стесняться этого слова, потому что наша цивилизация, помоги ей Бог, она, в общем, все больше и больше становится цивилизацией развлечения. И именно поэтому следующие, следующие книги, которые придут на российский рынок, они должны дарить очень качественное, очень честное, очень нужное людям развлечение. И автор, который хочет писать остросюжетку, он не должен этого стесняться. И при этом автор, который собирается сделать свой большой шаг в остросюжетную литературу, должен понимать, с кем он конкурирует. Он конкурирует совсем не с Марининой, с Донцовой, с Устиновой, с Антоном Чижом, прости Господи. Он конкурирует с интернетом, с мессенджерами, с телесериалами, с телевидением, со всеми с играми-компьютерами, со всем остальным медийным накатом, то, что идет на человека. И фактически книга российского автора вольно-невольно конкурирует за время читателя, за сон читателя. Мы боремся с Netflix за то, чтобы читатель перестал быть на какой-то час зрителем Netflix и почитал нашу книжку. Вот этот уровень литературного качества ждут все издатели и будут рвать книгу из рук, если вы поймете, что именно вы сейчас должны делать. И с кем вы боретесь в, так сказать, своих будущих книгах. Я вам рассказал вот эти как бы базовые вещи для того, чтобы вы увидели, это моя позиция. я не стесняюсь ее говорить. Я в этой позиции, и это не моя как бы болтовня. Я делаю то, что я говорю. С неудачно, с ошибками, ну, как обычно свойственно любому человеку. Но я абсолютно отвечаю за все слова, которые я вам сейчас сказал. И если вы, условно говоря, вы, уважаемые мои гости, сидящие в зале и слушающие наш в прямом эфире, например, принялись для себя решение стать автором остросюжетной жанровой литературы, вникает вопрос, что дальше, с чего начинать. Я бы рекомендовал те, скажем так, принципы, которые глубоко и внутри себя чувствую. Я бы рекомендовал вам сделать четыре выбора для себя. Первый выбор честно, абсолютно искренне, спросите себя, а на самом деле, какой жанр я хочу писать? Нет для того, чтобы как бы вот схватить, как это раньше говорили, бога за бороду, а я для себя, вот, я личность, я индивидуальность, прожившая какое-то количество лет, имеющий такой опыт, я на самом деле, что хочу писать, детектив ли, любовный роман, фэнтези, фантастику, триллер, что я хочу писать? Это непросто, потому что меня, например, тоже очень часто шатает в разные стороны, ну, как бы, потом я об этом сильно жалею, я делал какие-то, так сказать, другие книжки, но тем не менее, в любом случае, я понимаю, что есть вещи, которые я могу делать, а я никогда не буду делать, даже если за это будут платить золотые горы, я не лично никогда не напишу никакой фэнтези, вот просто вот никогда, не потому что не уважаю, а просто не могу, но вот эта вот честность к себе, мне кажется, очень важный выбор автора, который хочет что-то, чего-то достичь и что-то сделать в своей творческой биографии. Второй выбор, вы должны честно для себя сказать, я пишу не ради своего самовудовлетворения, я пишу не ради того, чтобы выразить свое эго, я пишу не ради того, чтобы, так сказать, порадовать маму, а я пишу для того, чтобы людей развлекать, помогая им тем самым. Вот этот выбор, я не для себя, а для другого, того, кто придет в книжный магазин за моей книжкой, я для него работаю. Третий выбор, который нужно сделать, мне кажется, это не копировать то, что уже есть, а я ставлю для себя задачу писать лучше, новее, захватывающе, простите за такое странное слово, чем те авторы, которые есть уже сейчас на полках. Я лучше буду, я вложу сюда все таланты, все силы, все, что мне даровал Господь, для того, чтобы сделать книгу, которая будет развлекать. И последний выбор. Уважаемые друзья, как бы вам не хотелось бросить, возможно, кого-то опостылевшую работу и сразу начать зарабатывать книжки, книжками, сделайте свой выбор следующим образом. Никогда, ни под каким видом не пишите ради денег, особенно первой книжки, не потому, что я такой альтруист, а просто потому, что это, я не могу сказать, что это ужасный путь, какой ужас, боже мой, я пишу за деньги, нет, никак. Да, есть, давайте реально посмотрим, есть сайты, на которых то, что красиво называются любовные романы, а честно должно бы называться литературная порнография, люди очень сильно зарабатывают, очень много раньше, во всяком случае. Я этим тоже не буду никогда заниматься, не потому, что, так сказать, деньги бывают лишние, а просто я не буду этим заниматься. И вот, если вы для себя в самом начале сделайте последний, четвертый выбор, я никогда не буду заниматься, так сказать, можно сказать, грубое слово, проституцией, литературной, за деньги, вы оградите себя от большого количества проблем или как минимум соблазнов, которые всегда будут набегать на вас. Актуальненькое хочется, такое, как бы, так сказать, вот нужно сейчас, а вот если я вот разовью вот такую темочку, которую сейчас во всех новостях не надо не зарабатывать, вы не заработаете денег, вы сломаете себя, вы искорежите себя, вы, возможно, придете к разочарованию, поэтому забудьте в самом начале о деньгах. Деньги придут в свое время, когда это будет нужно, и они придут обязательно. очень хочу, чтобы вы, услышав мои во многом, может быть, так сказать, юридические и экстремистские слова, чтобы вы понимали, когда вы пишете книгу остросюжетную, жанровую для большого автора, хотите вы или нет, хотите вы того или нет, вы заключаете контракт с читателем на то, что в конце вашей книги читатель испытает удовольствие от того текста, который вы ему предложили. Не просто потому, что, так сказать, вот какая-то симпатичная история, а вы вложили в этот текст такое количество и таланта, и умений, и всего остального, что читатель в конце испытывает то, что в древнегреческом театре называлось катарсис, то есть удовольствие после пережитых страданий. И, конечно же, делая жанровую книгу, вы создаете серьезное рекарство, препарат сродни некому такому наркотическому, в хорошем смысле, который вызывает у читателя хорошую зависимость к вам, как к автору, и при этом несет пользу, как минимум психологическую. вот этим вы создадите, вот с этими очень простыми принципами вы создадите для себя психологическую базу творчества. Если вот есть некая база, то дальше все может быть немножко проще двигаться к поставленным целям, потому что на самом деле достичь этих целей не очень просто. а дальше начинается прагматическая работа автора, который вышел на старт, перед ним некая беговая дорожка с абсолютно невидимым концом, где-то там теряющимся в темноте, и с ним с этим, с этим, и здесь надо что-то делать. Как бежать? Какие советы позвольте вам предложить? Во-первых, проведите очень простую историю. Зайдите, например, в любой большой крупный магазин, например, в буквоед в Петербурге, или на любой портал, на котором выставлены книги, полистайте, походите по рядам, полистайте страницы сайтов, и поймите для себя, лучше кого вы хотите написать книгу, вот в том самом жанре, который вы для себя выбрали, определите, кого вы хотите победить. Именно так. Посмотрите на ныне существующих авторов, которых вы, может быть, уже читали, а может быть, и не читали, и для себя решите, я хочу победить Дэна Брауна, я это сделаю, я хочу победить Маринину, я это сделаю, я хочу растоптать Антона Чижа своими новыми романами, и я это сделаю. И вот с этого позиционирования вы начнете себя формировать как автор. Второе действие, которое я бы очень сильно рекомендовал сделать, определите для себя, где вы хотите видеть вашу будущую книгу, то есть или на платформе селф-паблишинга, или пойти с ней в издательство. При этом одно совсем не исключает другого, но просто если вы готовы писать для сам издата, причем это может быть даже очень правильным решением в самом начале и перерачиваем идти в издательство, то соответственно ваша книга должна отвечать условно говоря тем привычкам и вкусам, которые есть на каждом литературном портале. А вы должны представлять, я думаю, что вы это знаете, что на каждом литературном портале есть своя аудитория. Она не хуже, не лучше, она просто своя. И вот знание этой аудитории, если вы хотите выйти на нее, вам очень сильно поможет. Следующее, что нужно обязательно проверить. Свои силы, как это ни странно, мы все живем не в идеальном мире. Я думаю, все из вас, все, кто здесь находится, все, кто меня слушает, они работают. Это нормально. Мы все зарабатываем на себе, на жизнь. И просто посмотрите, сколько времени физически у вас будет оставаться для того, чтобы работать. Ну, например, хотя бы пять раз в день работать на своей книгой. У вас реально будет хотя бы тот самый час в день, чтобы работать над текстом, или заботы, или необходимость добиваться продаж и KPI. Настолько вас будут выматывать, что и часа этого у вас не будет. И это тоже очень точно нужно для себя взвесить, потому что вам нужно понимать, вот от количества этого свободного времени, которое вы можете выделить для себя, от домашних дел, от детей, от всего чего угодно. Вот сколько я могу выделить? Это или час в день, это или час в день, или час в неделю, или это 20 часов в месяц. Вот просто прагматически посчитайте. И не ради того, чтобы какой-то арифметики, а вы примерно поймете, какое количество времени вам нужно для того, чтобы написать книгу средним объемом 10-12 авторских листов. Все знают, что это такое примерно объем, ну вот примерно вот такого объема книжечку. И вы должны понимать, что для первую книжку я должна выделить примерно год. В этом случае успокоиться и примерно, очень примерно построить, я сейчас не говорю, как это делать, это совершенно особая тема, примерно построить работу с планированием на год. независимости от того, что происходит вокруг, вообще не обращая внимания, вы идете к своей цели в течение года, или трех месяцев, или полугода, у каждого по-своему. И, пожалуйста, в этом случае еще раз хочу сказать, никого не хочу обидеть, но не обращайте внимания на все эти советы. Вот как нужно написать книгу за 99 дней. Пожалуйста, оставьте эти советы для тех, кто их дает. Вы всей индивидуальности, у вас у каждого свой индивидуальный биоритм, своя индивидуальная жизнь, поэтому не советчиков слушать, а себя слушайте, как я могу и успею написать. И, конечно же, когда вы это примерите, вот этот длинный забег на себя, постарайтесь войти в рабочий ритм, неважно как. был один американский писатель, к сожалению, сейчас, как обычно, в нужный момент выскочило его имя, который вставал в 5 утра, часик писал, может быть, полтора, шел на работу, работал бухгалтером, бухгалтером, потом, значит, возвращался домой, занимался домашними медлами, утром вставал в 5 утра и так каждый день. И этот писатель стал одним из самых высоко тиражных авторов, если мне не изменяет память, любовных романов. То есть, вот такой скучной, серой жизни бухгалтера, которая перед началом работы надавала всего лишь час, позволила ему сделать себя автором высокотиражной литературы, при этом он не бросил бухгалтерию, как ни странно. И вот этот вот ритм каждый определяет для себя. И опять-таки, не слушайте, ты должна написать тысячу знаков в день, иначе ты не писатель. Все, иди отсюда. Не верьте этому. Я говорю, не те вещи, которые я придумал и вычитал, а те, которые я знаю по себе. Если вы можете писать раз в неделю сто строчек, а потом, допустим, вы следующую неделю не можете писать ничего, не считайте, что вы какие-то ненормальные, неправильные, вы правильные, вы все индивидуальные. И в этом индивидуальном ритме вам имеет смысл работать. Не бойтесь этого. Не бойтесь, что у вас что-то будет не так, как вам советуют. Следующий момент, который я бы хотел отметить. Не упускайте любую мысль, любую идею, которая к вам приходит. Не покажется это странным. Я не полезу сейчас в портфель, поверьте на слово, при мне до сих пор есть средний блокнотик и маленький блокнотик. Потому что ни даже мысль, которая ни в каком отношении к какому-нибудь историческому приключению Ванзарова не имеющей приходит, я стараюсь ее не забыть. Особенно, так сказать, в связи с наступающим склерозом, с которым нужно бороться. Поэтому я стараюсь записывать. У вас это должно стать просто привычкой. В метро, на экскалаторе, где-нибудь, в перерыве, пришла мысль, разрешите ее тут же, тут же запишите. Потом, когда они пригодятся. Это важная часть работы авторов. И, конечно же, если вы подходите к своей первой книге, изначально постарайтесь ее запланировать, не просто как отдельный проект, как войну и мир, которую я написала и отправила людям. постарайтесь сделать первую книгу началом серии. Серийные проекты сейчас нужны читателям. Привычка к сериалам играет на нашу пользу. Люди хотят и книжные сериалы, и издательства с значительно большим интересом отнесутся к вашему предложению, когда вы отправите синопсис и скажете это первая книга моего проекта, за которым идет вторая, третья, четвертая, а может быть даже и пятая. И автор, который хочет работать в жанровом остросюжетном направлении, он не должен стесняться того, что он создает мир, он создает героя, он создает сюжет, который не заканчивается, не исчерпывается одной книжкой, одной обложкой, а может породить серию, вторую книжку, третью, четвертую и так далее. Просто потому, что это реальность сегодняшнего мира, которая дает писателю, как ни странно, очень удобное поле для деятельности. Если вы как бы придумали, очень хорошо придумали, очень хорошо сконструировали вот этот самый свой мир, то дальше вам надо просто расширять, улучшать и развивать. Именно для этого, конечно же, нужна серия. И последний мой совет, что называется, с точки зрения писательской технологии, когда вы рискнете прислушаться как минимум половине, а может быть хотя бы одному из моих так сказать советов вздорных и решитесь заниматься остросюжетной книгой своим проектом, выкиньте из головы о том, что вы пишете бестселлер. Просто выкиньте это из головы. Вам абсолютно без разницы, какое количество книг продаст ваше будущее издательство. Потому что бестселлер в современном мире это сумма случайностей, которую никто, как бы не хотели особенно издательство предугадать, предугадать до конца невозможно. Сколько бы денег не вложили в какого-нибудь автора в самом начале, если вдруг это произойдет, никто не гарантирует, что книжка станет бестселлером. Поэтому, пожалуйста, не бестселлер пишите, а пишите ту книжку, в которую вы вложите всю себя. Книга будет массированным, сильным, интересным развлечением для читателя. Ну и, конечно же, я бы очень сильно посоветовал, и это уже говорят абсолютно на всех конференциях издательских о том, что современный писатель, если он хочет быть таковым, не может быть в большинстве, а если это жанровый писатель, без интернет комьюнити. Нужен блок, нужен большое количество не ботов, а реальных подписчиков, потому что если у человека, который ведет свой блок в какую-нибудь сеть, которая является экстремисткой, или, например, во ВКонтакте, у него есть примерно 20-30 тысяч подписчиков, это очень серьезный аргумент для издательства, не для селф-паблишинга, а для издательства, для того, чтобы издать этого автора, просто потому, что начинает работать арифметика бизнеса. как минимум, при наличии 30-ти тысяч подписчиков, первый тираж 3-х тысяч на 3-тысячи будет продан. И в этом смысле эта техника работает абсолютно железно. И последний совет с точки зрения так сказать раскачки авторских технологий, не стесняйте писать рассказы. Друзья мои, мы переживаем время ренессанса рассказа, просто потому, что темп жизни, привычка к социальным сетям, привычка к коротким текстам оказалась очень полезна для рассказа. И если вы эти свои рассказики своими рассказиками будете наполнять свой блок, вы, скорее всего, не заметите, как у вас начнет расти аудитория. Вы меня спросите, а почему вы, уважаемый Антон Чишин, не делаете того же самого? Что же вы нам тут голову-то полощите? Я вам могу ответить, у меня не хватает сил на это. Я бы с удовольствием писал бы рассказики, но у меня такое количество времени уходит на книги и на теперь уже писательскую академию, что у меня не хватает времени для того, чтобы это делать. хотя это было бы очень правильно. И я знаю примеры, когда люди, которые писали свои блогики, бложики, они разрастались, разрастались, потом становились просто очень популярными авторами. Вот на этом пути, который я вам, так сказать, перед вами раскрываю, вот эта вот беговая дорожка, к сожалению, очень часто бывает бывает так, что молодые авторы, и это я знаю не понаслышке, это не пустой разговор, я последние практически три года занимаюсь обучением, вот я хочу сказать, что, к сожалению, молодые авторы, как и совершая очень правильные вещи, совершают очень печальные ошибки. Я позволю вас познакомиться с самыми типичными ошибками, которые я, собственно, на своем опыте видел, не на своем опыте, а на опыте тех людей, которые проходили, так сказать, условно через мои руки. Ошибка очень, например, такая ошибка. Человек написал первую книгу и думает, боже, какая гениальная книга, боже, ты же мой, я все, пока она не издастся, я беру отпуск. И дальше происходит следующий момент. Человек написал книжку, отправил во все издательство и ждет. Проходит месяц, полгода, год, никто не отвечает, так тоже бывает, к сожалению. И он говорит, нет, не буду писать следующую, нет, нет, ну, я же гений, ну, непонятно же, мама мне сказала, я гений. Вот, и друзья все говорят, вообще лучше ничего не читали, не, ничего не буду писать, пока первую книгу не сдам, дальше не двинусь. Не совершите, пожалуйста, эти ошибки. Как только закончили первую книгу, сразу начинайте работать на следующем. Еще одну ошибку, которую совершает, к сожалению, автор. Ужасно, это я просто, вот у человека есть желание, у человека есть идеи, у человека есть сюжет, у человека есть все, а он берет и откладывает это на потом. Ну, сейчас мне некогда, вот, вот сейчас, вот я еще что-нибудь поучусь, вот я тут потусуюсь в какой-нибудь литературной группе, вот я еще чуть кого-нибудь послушаюсь, потом, потом, не сейчас. Друзья мои, ничего не откладывайте на потом, все должно произойти в вашей жизни здесь и сейчас, буквально, потом ничего не будет, как показывает практика, литературная, во всяком случае. Еще одна ошибочка, которую я часто наблюдаю, когда автор закапывается в саморедактуре, вот просто есть живые примеры, год один человек занимался редактурой книги и так перепишет, и так перепишет, и так перепишет, и так перепишет, результат, к сожалению, получился не лучше. Не потому, что что-то не так делалось, а просто потому, что в жанровой литературе есть такой, как бы, не самый, не то чтобы приятный, а просто вынужденный принцип, не всегда хорошо написанная книга становится популярным. И наоборот, не всегда в средней или даже плохо написанная книга не становится бестселлером. Я так стараюсь очень аккуратно говорить, потому что, как ни странно, в остросюжетном жанре сама по себе вот стилистическая пряность, вкусность и вот то, что мы все ищем в классической литературе, не является главным фактором успеха. Еще бывает одна ошибка, которую я в самом начале вас попытался предупредить, когда автор пытается перепрыгивать с жанра на жанр. Пописал детскую литературку, пописал фантастику, пописал фантастику, попробуй-ка я фэнтези, фэнтези, да, попишу-ка я дедыкчивчик. И вот эти вот прыжки туда-сюда, и я сам, сама, я сам, сама не знаю, что я хочу, и тут не очень, и тут, и вот это вот шатание, к сожалению, отнимает главное время, потому что у читателя самое главное, чем он с нами расплачивается, это время, но и у нас самое главное, это время. Говорят, что в математике все самые великие открытия делают там до 26 лет, ученые, но в литературном процессе то же самое, как бы наше время ограничено, и его нужно использовать по максимуму, не бросаясь в разные стороны, не расшатывая, так сказать, себя неудачами в каких-то жанрах, а сразу постараться понять, что я хочу сделать. Ну и, конечно же, несмотря на то, что мы находимся в интернете, я бы очень хотел вас предупредить о том, что время, которое вы проводите в, так сказать, таких тусовках в сообществах, которых очень много в интернете, на мой взгляд, немножечко время потерянное, потому что все эти советы 20 правил, как написать хорошую книгу, 10 правил, как сделать лучшего героя, 18 правил, как создать сюжет. Друзья мои, это все замечательные, умные советы, но только пользоваться ими практически невозможно, не потому, что они плохие, а потому, что вы не знаете, как это делать. И вот не могу, не хочу сказать, что не надо тут же уходить из всех литературных тусовок и сообществ. Конечно, побудьте там, но только старайтесь держать меру, потому что ни одно вот такое вот, как бы, тусовочка, она не даст вам новых идей, она не даст вам мастерства, она не придаст вам силы и энергии, она скорее отнимет эти силы и энергии. Ну и, конечно же, мой последний совет, это то, что жанровую, остросюжетную, прозу, извините, пожалуйста, ее надо уметь писать, потому что, когда автор делает там высокую литературу, он в общем и целом может писать так, как Бог на душу положит. Но если вы, дорогие коллеги, хотите писать или детектив, или фэнтези, или фантастику, или триллер, или хоррор, или любовный роман, нужно знать внутренние, невидимые читателям, а мы, когда читатели становимся совершенно по-другому распространению книжку, внутренние, невидимые конструкции, которые лежат внутри книжки, которые кажутся, ой, какая легкая, это же просто история, такая интересная, ой, дочитал до конца, в 4 часа утра через час идти на работу. Вот эти все читательские мифы прекрасные, которые, собственно говоря, за которые читатели покупают жанровые книжки, они не создаются вот так, они не создаются по мгновению, так сказать, вашей клавиатуры, они создаются, если автор знает и умеет пользоваться технологиями жанровой литературы. Я не могу сказать, что это какие-то безумные секреты, но, к сожалению, как бы не хотелось написать, одну книгу могут же написать каждый человек, вот практически каждый, я сейчас не говорю о качестве, каждый человек образован, более-менее образованный, человек, который закончил три класса хотя бы, вот уже, как бы и получил по русскому языку хотя бы четыре, вот, уже может написать книжку. Но проблема заключается в том, что профессиональный автор это как бы такой маленький заводик, такой маленький свечной заводик для себя, который книжка, 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 и вот если одну книжку порывом вдохновения вы и напишете, то на второй произойдет розочарование от того, что все разваливается, ничего не получается. И я не буду рассказывать про свой личный опыт, особенно публично, в своей первой книжке, но я это все прошел через себя. Когда вот так вот по вдохновению фигак 24 авторских листа, а потом непонятно, что с этим делать. И умение писать жанровую остросюжетную литературу является одним из сейчас скажу, как одним из глотерейных билетов того, что вы получите все от жанровой литературы. Потому что, конечно же, любая технология, любая технология, она имеет определенные границы, и, конечно же, все решает талант, желание и понимание того, с чем вы приходите к читателям. А с точки зрения нашей писательской академии, мы стараемся давать вам, мы стараемся давать тем, кто приходит к нам, все, что мы знаем, не вычитано из книги, а то, что мы знаем, я и все наши мастера курсов, которые уже в достаточном количестве происходили и уже сейчас происходят, просто потому, что вот эта направленность на результат жанровой литературы, результат и психологический, и психотерапевтический, и читательский, требует, чтобы за этим находились понимаемые и используемые автором технологии писательства. Вот, собственно говоря, об этом и такие страшные вещи хотелось бы вам рассказать. И последний момент. О взаимоотношении немножечко с издательством. Вот вы, допустим, вы вынуждены сейчас уже заканчивать, я уже вижу, что пять минут осталось до конца. Вот вы, допустим, прошли весь, так сказать, тяжелейший, ветернистый путь создания книжки, ваша книжка, так сказать, принята издательством, и, так сказать, вот вы уже ждете, когда вы появитесь в обложке, в бумаге, в общем, вот-вот-вот. К чему вам нужно приготовить? К чему бы я хотел приготовить? К тому, что нормальный, хороший автор, жанровый, месторсюжетный, литературы, у него должна быть носорожье кожа, нервы из канатов, и абсолютное непробиваемое спокойствие для того, чтобы вы получили результат. Потому что, не рассказывая какие-то, так сказать, страшилки или не страшилки, уверяю вас, до того момента, когда вы отправите, допустим, рукопись в издательство, и до того момента, когда вы увидите книгу на полке, вам нужно запастись таким количеством психологической уверенности, силы, и знание того, что я все равно приду к своему результату, что всякие проблемы, которые возникнут между этими двумя точками, между точкой А и точкой Б, не разрушили вас психологически, не уничтожили вас с точки зрения нервов и всего остального, а помогли вам стать сильнее. Вот, это как бы вкратце. Я, к сожалению, не уложился в формат, не рассказал примерно еще и третий того, что хотел вам рассказать, но как бы условия диктуем не мы. И в заключении нашего, в общем, такого довольно искреннего и прямолинейного разговора, может быть, даже излишне искреннего, я еще раз хочу повторить одну очень простую мысль, пережитую собой, на себе. если вы что-то хотите сделать, если вы действительно хотите стать, получить для себя самую лучшую профессию в мире, а писательство это самая лучшая профессия в мире, а поверьте мне. Я перебрал этих профессий, просто реально работая, немало. Я так аккуратно скажу. Не скажу, что я был кочегаром, плотником и лесорубом. Нет. Я много чего попробовал в жизни. Я могу сказать, что ничего лучше для человека, который любит и изнутри горит желанием писать, чем писательство, особенно писательство, которое принесет отзыв читателя в остросюжетной литературе, ничего лучше этого быть не может. Потому что нет большего счастья, когда ты открываешь какой-нибудь портал и под твоей книжкой написано, какая же дрянь написал этот Антон Чиж, лучше бы писал исторические детективы. Дальше а следующей строчкой ты читаешь. Обожаю все его книги и читаю их до конца и детям завещаю. Больше этого счастья для автора быть ничего не может. Оно не измеряется ни деньгами, оно не измеряется ни автографами у поклонников. Вот ты понимаешь, что ты прожил 3-4 месяца, которые ты отдал книге не зря. И в это свое время ты вложил ни в пустоту, ни в смотрение сериалов, ни в общение в мессенджерах, не тусовку в соцсетях, а ты вложил в книгу, которая что-то дала человеку. Это так важно, когда твоя работа, твоя жизнь дает другому, когда ты можешь отдать то, что у тебя есть, через свой текст, и получить обратно ответы. Это невозможно получить малоему, ни в какой другой профессии, в этом нашем подлунном мире. Я очень надеюсь, что все, кто нас сегодня слышал в прямом эфире, все наши уважаемые гости, кто-то из них, не удивившись на мои страшные и порой завиральные мысли и идеи, задумается и может быть сделает шаг в литературу, в российскую остросюжетную литературу и завоюет в ней свои славы и достигнет в ней своих вершин, чего я вам искренне желаю. С вами был Антон Чиж. Искренне ваш. Спасибо.